Они всегда будут актуальны, ведь вы следуете правилам переходить на зеленый цвет светофора, потому что если вы пойдете на красный, на большой трассе вас просто убьет машина, правильно? Вы же следуете этим жизненным материальным заповедям, тогда не следуйте им, а дайте на красный цвет. Как правило, если человек внутренне зрел, он понимает, что если он, например, изменяет партнера, то однажды он встретит человека, которого он полюбит, не захочет изменять, ему изменит этот человек. Закон бумеранга всегда работает, причина следственного связь всегда актуальна. Это тоже правило, понимаете? Это все абсолютно к нам возвращается. Просто иногда я вижу замечательных духовных очень людей, светлых, очень позитивных и положительных, но жизнь у них не складывается, она их все время бьет. Когда они складывают свои отношения, их всегда бросают. Когда они чего-то добиваются, у них ничего не получается. И я замечала, что, глядя на таких людей, все мои знакомые говорили, «Боже мой, какой чудесный человек, почему же ему так не везет?» А может быть, я вот задумалась в этот момент, может быть, это работает карма? Может быть, не сейчас, а в своей прошлой жизни он сделал очень много плохого. А сейчас он действительно светлый, хороший, а его жизнь вот так вот бьет. Поэтому, вы знаете, конечно, вы можете запросто, не задумываясь, нарушать правила. Но это путь, как мне кажется, в никуда. Это путь бездушной жизни. То есть, если не следует заповедям, тогда мы можем все воровать, тогда мы можем все убивать друг друга, мы можем изменять. Я не знаю, а к чему это приведет? Это же деградация. Это хаос. Как мне кажется, эти правила, они были созданы лишь для того, чтобы человек становился лучше, счастливее. Он становился более развитым. А если это не использовать, если этим правилам не следовать, то мы просто станем, как животное. Не знаю, как-то это все странно. И зачем же тогда, если мы что-то сделали, мы потом сидим и мучаемся? Совесть нас грезет. Она нас съедает вечерами в любом случае. А потом человек, которого съедает совесть, он начинает употреблять алкоголь, а то и наркотики, чтобы только ее не слышать, чтобы только забыться. Зачем тогда? Не знаю, как мне кажется. Это просто обычное правило. Наша задача, свобода, она не заключается во вседозволенности. Свобода — это, наоборот, принятие действительности. Когда вы пропускаете через себя это правило, оно становится частью вас, то у вас не возникает никакого бунта. Вам мешает голова, которая способна бунтоваться, которой не нравятся установки. Вы же, когда идете на зеленый свет светофора, вы не бунтуете. Вы просто идете, потому что вы жили с этим правилом, вы являетесь частью этого правила. Так вот и здесь то же самое. Если вы примете эту информацию, что вам не надо, вам нужно быть честными, светлыми людьми, несущими что-то хорошее, то вы такими станете. Просто вся проблема из-за того, что общество хочет бунта. И это нормально. Мы опять вернемся к теме. Мы сейчас проходим испытания вседозволенностей. Вот и все.